Друзья, всем привет! С вами снова Ольга. И все те, кто следит за нашей жизнью в инстаграме, уже в курсе, что я недавно сделала перестановку такую в квартире. И сейчас я хочу вам показать, рассказать вообще, зачем я это сделала, почему и каким образом. На самом деле у меня не было четкого понимания того, что я хочу, кого куда переселить, что куда передвинуть. Я просто вынесла всю мебель из всех комнат, что у нас есть, в зал. И потом уже начала эту мебель двигать туда-сюда. В Корее мебель двигать довольно удобно, потому что здесь такие полы, паркет это или что, я не знаю, на нем не остается никаких следов. Поэтому можно двигать, хоть задвигайся. Причем я двигала огромные-огромные шкафы. Ну, в общем, все по порядку, сейчас покажу. Свою комнату, если вы помните, кто смотрел мои рум-туры раньше, вы помните, что вот эта комната была моя. А здесь у меня стояла кровать вот эта вот. И, ну, в общем, все было немножко по-другому. Я решила свою комнату отдать Софии. Что так темновато здесь у нее? Решила отдать Софии, потому что на самом деле у меня комната эта абсолютно стояла пустая, и мне нечего было сюда ставить. Вот. А у нее в ее маленькой комнате не влезала вся вот эта вот мебель необходимая ей, потому что у нее, видите, здесь всякие террариумы и ящерицы. Их очень много. И, в общем, очень много вот этой вот мебели с ящерицами. Вон, чучело сколько. Я не знаю, сколько у нее, но точно больше десяти этих ящериц. Сколько сейчас у нее. Она постоянно их покупает, она их разводит, она их сводит. Также ей отдала кровать. Раньше она всегда спала на полу, но до того, как она спала на полу, она и на кровати спала, потом мы кровать выбрасывали. Она спала на полу, потом опять на кровати, потом опять на полу. В общем, для корейцев это не принципиально спать на полу или на кровати. Наверное, еще и потому, что кровати в Корее с очень жестким матрасом всегда. В принципе, вы не почувствуете разницу, на полу вы спите или на кровати, потому что считается, что лучше спать на жесткой поверхности. Поэтому европейцы, любящие такие, знаете, мягкие матрасики, которые приезжают в Корею, они в шоке. Потому что даже в отелях каких-то крутых всегда довольно жесткие матрасы, довольно такие вот кровати неудобные по европейским стандартам. Поэтому вот как бы кровать не принципиально для нее, но для этой комнаты, так как по размеру она довольно большая и неуютная, если отсюда убрать кровать вот эту огромную, то она получится просто вообще пустая. Ее никак не заставить, чтобы она была как-то похожа на комнату. Поэтому кровать здесь стоит. Вот здесь у нее теперь учебники, всякие книжки. На учебнике у нее вон там. Тут вот у нее стол теперь, это бывший мой комод. Теперь здесь ее всякие школьные принадлежности. Уже бардак, как обычно. Не успела я ей тут все навести порядок, как у нее уже бардак. Здесь у нее слаймы. Тут она их без конца лепит всякие. Все для слаймов у нее здесь. Своё кафе, слайм-кафе можно открывать без проблем. Вот здесь у нее стильное белье. Вот, также у нее теперь есть свой столик. Как это называется-то? Трюмо, не трюмо, когда... Там, где красится, короче. И здесь у нее ничего практически нет, только расческа и фен. Здесь вот кое-какие украшения, бриллианты, золото. Шучу, конечно. И вот тут ее косметика. Я крашусь не чаще одного раза в год, поэтому мне все это не нужно. Косметика вот эта вся. Также здесь у нее вот дресс-рум. Сюда я перенесла все ее вещи, потому что у нее этих вещей гораздо больше, чем у меня. Нет, у меня вещей, конечно, много, но я их вообще не ношу, поэтому я их просто все убрала вон туда в ящики. Так, свет, включись. Ну, бардак, конечно, прошу прощения. Все мои вещи вот там в этих самых, в коробках, потому что я их не ношу. Я ношу буквально там пару штанов и пару маек и пуховик как бы зимой. Поэтому мне такой дресс-рум, конечно, не нужен. А у нее здесь всякие шмотки. Также у нее теперь свой стал санузел. И, в общем, все, что было у меня, теперь стало у нее. Вот. Вы, наверное, скажете, какая же молодец, какая хорошая мама пожертвовала своей комнатой ребенку. Но на самом деле тут не все так просто. На самом деле я просто очень давно мечтала о себе такую маленькую, уютную, минималистическую вот такую вот комнатку, чтобы у меня был просто компьютер и просто всегда мечтала спать на полу. Ну, я иногда спала на полу, но в основном на кровати, так как кровать стояла в моей комнате. Вот. Но всегда мечтала спать на полу. И теперь вот моя мечта осуществилась. Теперь я и сплю на полу, и сижу на полу. Взяла себе такой маленький столик. Тут стоял большой стол Софьин, на котором она делала уроки. Его пришлось выбросить. Вот. Еще книжные шкафы там какие-то пришлось выбросить. В общем, осталось довольно много ненужной мебели. Но вот этот вот шкаф был Софьин, теперь это мой шкаф. И здесь у меня буквально там такой вот гардероб зимний. Пара кофточек, пара джинсиков и пуховик. Все. Это все, что я ношу. В принципе, я никуда особо не хожу. Если на машине куда-то езжу, мне вообще одежда не нужна. Если бы я работала, может быть, мне нужна бы была одежда. А так я особо никуда не хожу. И мне хватает этого. Вот. Это теперь вот такая моя комната. Она очень уютная. Она теплая. Почему я всегда мечтала спать на полу? Потому что, как вы знаете, в Корее полы отапливаются. Они такие горяченькие. И ночью спать на этом теплом полу очень-очень комфортно. Это, знаете, как такая берлога, в которую всегда хочется залезть. Ну, мне, по крайней мере. Люди по-разному, конечно, устроены. Так. Вон здесь, в общем, осталась Ангелина комната, как и была. Небольшая перестановка здесь. Я сюда поставила ее шкаф. Раньше он стоял в моей большой комнате. А сейчас, в общем, здесь Ангелинкин шкаф. Здесь вот вещи мужа. Муж спит у нас с Ангелиной в одной комнате. Ангелина боится одна спать. Он вот сюда тоже расстилает на пол себе. Вот здесь есть его татами, так сказать. Да, корейская татами. Вот. Здесь они у нас спят. Много игрушек Ангелинкин их, опять же, выбросила. Видите, она тут художество. В общем, все, которые игрушки неактуальны на данный момент, в которые она не играет, я их просто выбрасываю. В принципе, дома она играет только вот в своих динозавров и что-то рисует. В какие-то другие игрушки она особо не играет. Вот тут вот у нее остались ее книги. Очень много книг. Ну, она предпочитает, конечно, телефон, как все современные дети. Но иногда, иногда они с сестрой или с папой читают вот эти книжки. В общем, вот такие вот у нас изменения. Вообще, я изменения очень люблю. Я постоянно делаю перестановки. Если мы больше года никуда не переезжаем, то меня начинает все как бы раздражать. Я не приемлю вообще застой. Для меня очень важно постоянно менять декорации, так сказать. И если мы не переезжаем больше года, а мы уже в этой квартире живем, наверное... Короче, наш контракт двухгодичный, он заканчивается, по-моему, весной или летом. В общем, нам еще осталось пожить где-то полгода здесь. И меня уже все, меня уже начинает потрясывать. Я уже смотрю какие-то другие варианты. Езжу, гуляю пешком, смотрю какие-то квартиры, присматриваю другие. Потому что для меня это катастрофа сидеть на одном месте. Как я уже не раз говорила, корейцы в основном снимают жилье. Прям абсолютное большинство. Жилье покупают в собственность только как инвестицию. Например, чтобы сдавать, чтобы иметь какой-то доход с этого. Но не для того, чтобы там самим жить. Обычно оседают на одном месте корейцы уже в преклонном возрасте. А до этого они как бы довольно мобильны. И в зависимости от смены работы, школы, университета, они постоянно куда-то переезжают. Но это не только корейцы. Это и в Японии, и в Европе, и в Америке. Везде так, в принципе, заведено. Здесь не цепляются за какие-то квадратные метры. И нет здесь панического страха, что ты останешься без крыши над головой. Нет, здесь отношение к жилью абсолютно другое. Оно легкое. Вы, наверное, возразитесь, сейчас скажете, ну как же так, съемное жилье есть съемное. Здесь нельзя по своему вкусу поменять обои, что-то там вколачивать, какие-то гвозди. Но, как я уже говорила до этого раньше в своих видео, в Корее это абсолютно не так. Вы можете делать все, что угодно. Если вам не нравится обои, вы их без проблем меняете. И, в принципе, за этим никто не следит. Владелец этой квартиры, так как это не та жилая его площадь, на которой он живет и временно ее сдает. Нет, это инвестиция. Он здесь практически не появляется. Все какие-то дела у нас делаются через риэлтора. Единственное, вы не можете поменять планировку квартиры. Ну а то, что касается вот этого всего внутри, там поменять какие-то плафоны, поменять обои, все это вы можете делать без проблем, никто вам слова не скажет. Также вы можете держать любых животных, и тоже вы ни у кого спрашивать абсолютно ничего не обязаны. Мы всегда держим каких-то животных. Единственное, если ваши животные будут докучать соседям, если они будут слишком громкие, слишком проблемные, то тогда соседи могут пожаловаться в дом управления, и уже тоже никакого отношения это не имеет к владельцу этой квартиры. Чисто с дом управлением будут решаться уже эти дела с собаками, нужно будет что-то делать. Вот, ну у нас таких проблем как бы никогда не было. Собак нужно воспитывать. Если они слишком шумные, так они и самим хозяевам могут мешать. Правильно я так считаю? В общем, другой вопрос. Если, например, вы совсем убили квартиру, если вы испортили обои, испортили там собаки ваши, погрызли мебель, что делается в таком случае? Смотрите, мы несколько раз, когда смотрели жилье, мы были в таких квартирах. Последний раз вот мы пришли, там была, короче, собака большая дома. Было все съедено, все вздутые вот эти вот паркеты из-за того, что все прессано было. Квартира была в ужасном состоянии, несмотря на то, что дом был совершенно новый. Вот. И, конечно, мы эту квартиру рассматривать не стали. Мы выбежали оттуда просто как из какой-то газовой камеры. Мы выбежали, еще другие люди выбегут. И, в общем, риэлтор сообщит собственнику квартиры, что вот этот вот человек, вот этот вот, который, да, там собаку завел, что он привел просто в негодность, в негодное состояние эту квартиру. И уже будет решаться вопрос о том, что если по вине, значит, вот этого жильца все это произошло, то он за свой счет будет все это восстанавливать. То есть, если, смотрите, если риэлтор привел людей, и им, в принципе, понравилось, ну, пофигу им там, да, или у них там своя собака такая же, которая сделает все то же самое. И если эти люди соглашаются, то вообще до хозяина, до владельца вот этой квартиры, до него даже информация эта не доходит. Но если какие-то проблемы, если действительно вы убили напрочь квартиру, то там уже начнутся, конечно, какие-то разбирательства. Если, например, предыдущие жильцы, вот вы пришли смотреть квартиру, да, а предыдущие жильцы взяли его так на всю стену, наклеили какие-нибудь страшные фотообои. Такое тоже бывало у нас. Какими бабушками живут, знаете, наклеят какие-нибудь розы, розы, цветы какие-нибудь. И ты просто приходишь, у тебя челюсть такая падает, и остальное все тебя устраивает, тебе все очень нравится, но вот эти обои, это просто там жесть, например, да. Ты просишь тогда, говоришь риэлтору, и они там решают этот вопрос. Либо владелец квартиры дает деньги на замену этих обоев. Ну, в основном, да. Если такую мелочь, как обои, в принципе, если они вас не устраивают, может переклеить как владелец квартиры, так и вы сами. Обычно мы сами, нам связываться, кого-то там просить, кому-то звонить, что-то там говорить, намного проще взять и самим переклеить. Мы всегда переклеивали обои, в детских, особенно спальных, и проблем с этим никогда не было. Опять же, гвозди там, да, я услышала просто в интернете, смотрю часто ролики, что в Европе там, в съемной квартире даже гвоздь лишний забить нельзя. Слава богу, в Корее с этим проблем нет. Но, как итог, остаются вот такие дырки. Вот здесь у нас Софьина полка висела, видите, и вот такие дырки остались. Самим как бы жить уже не очень, но я потом сюда какие-нибудь картины повешаю или опять же какую-то, может, полку повешаю, но чтобы вот эти дырки как-то скрыть. Да, дырки остаются, и никто им слова никакого про это не скажет. В принципе, у нас всегда, когда мы переезжаем, приходят новые жильцы смотреть квартиру, и самые первые жильцы, которые просто даже рассматривают варианты в этом жилом комплексе, они сразу соглашаются, потому что у нас квартира всегда идеально чистая, она, ну, по сравнению вот с другими квартирами. И, несмотря на то, что мы всегда держим животных, у нас минимализм, у нас чистота, у нас всегда вкусно пахнет, и никаких проблем у нас нет. Ну, иногда там Ангелина разрисует обои, но, повторюсь, обои – это мелочь. Вот такие вот пирожки. Поэтому снимать жилье в Корее очень удобно. Вообще нет никаких проблем. Переезд в Корее тоже делается в ваше полное отсутствие. Вы просто утром уходите, вечером приходите, всё перевезено уже, всё помыто, посуда расставлена. Это такой сервис переезда в Корее. Он доведён до совершенства. Вам просто не приходится даже руки прикладывать ни к чему. Но я обожаю, да, я очень люблю переезжать, потому что каждый переезд, каждое новое жильё – это как новая страница в жизни. Ты начинаешь с чистого листа, ты начинаешь… Ну, это очень приятный процесс вот именно для меня. Я знаю, много есть таких людей, для которых это довольно приятный процесс, как-то облагораживать своё жилище, как-то наводить там порядок, уют и всё такое. Мне это очень нравится. Поэтому вот я жду, не дождусь. Да, вы спросите, наверное, куда мы хотим переезжать в следующую нашу квартиру. Я думаю, что это будут не апаты, то есть это не будет квартира вот в такой многоэтажке. Я хочу квартиру в вилле, знаете, такие маленькие домики в Корее. И хочу, чтобы там был огромный-огромный, бесконечный просто вот такой балкон, веранда, терраса. Терраса, как хотите, называйте. В общем, хочется, чтобы как-то ближе быть к земле, ближе к природе. Но это пока, конечно, в самой такой лучшей перспективе у нас свой дом, но пока такой возможности нет. Поэтому пока может быть терраса, как замена вот такому своему участку. Вот такие вот дела. Я надеюсь, вам было интересно. Задавайте вопросы в комментариях. Как обычно, как всегда, буду отвечать по возможности. Всех вас люблю, всех обнимаю. Всем пока!